Далер, с возвращением в сборную, да, насколько для тебя вообще приятно и насколько тяжелая была логистика с перелетом из Франции? Логистика была непростая, так как, сами понимаете, мы летаем сейчас через Турцию и мы рейс задержали, но в целом для меня не проблема, потому что я ждал этого вызова и с большим удовольствием сюда приехал. То есть не было никаких там сомнений? А, ну просто я человеку отвечаю, поэтому я на него смотрю. То есть не было там никаких сомнений отказаться, может быть, от вызова? Не, 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 даже и доли сомнений не было по этому поводу. Я правда соскучился по России, по ребятам, по тренерскому штабу и повторюсь, я очень рад находиться здесь. Как проходит процесс вызова футболиста, который играет в России в Петербурге и процесс вызова футболиста, который играет за границей? Кто вам сообщает? Это разные люди. Как вы узнаете? Сообщили мне непосредственно в клубе, прислали факс с вызовом в сборную и потом через неделю мне звонит администратор команды, говорит о том, что меня вызывают и нужно нам с тобой купить билеты. Каким образом, как тебе удобнее будет прилететь. Как вы прилетели? Сколько часов это времени? Времени 4-3,5 из Марселя в Стамбул, 4 часа там я сидел и еще 4 часа до Москвы. В целом полдня. Далера, как в клубе не мешали, так скажем, не отговаривали от вызова, от поездки в сборную России, возможно? Нет, ничего подобного не было. В клубе к этому с пониманием относятся. Это нормальное явление, нормальный процесс. То, что игроки вызываются в сборной, я не один из команды вызвался. Просто дали некоторые рекомендации по поводу, ну, там, по оформлению тренировочного процесса. У нас просто специально есть приложение, да. Куда же рекомендация? Что после каждой тренировки я должен отсылать данные по поводу тренировки. Да, Лера, это что-то новое, потому что в России я о таком не слышу. Что значит данные о тренировке? То есть какие-то пульсометры, пробежки? Нет, 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 просто продолжительность тренировки, во сколько тренировка началась, во сколько она закончилась, ну, и интенсивность тренировки. И как вы оцениваете интенсивность тренировки в России, сейчас в сборной России? Интенсивность хорошая. Вы по пятибалльной шкале как-то оцениваете или как? Нет, у нас не пятибалльная шкала, у нас, ну, давайте, я просто подробностей не буду уже селать это приложение. Это очень интересно, Лера, раскройте. Ну, я просто должен определить интенсивность тренировки. Ну, приблизительно хорошо будет по пятибалльной шкале. Где вы поставили сборную? Для сегодняшнюю тренировку? Сегодняшняя тренировка была короткая, минут 40-50, я бы поставил 3-4. Валерий Георгиевич говорил после первого сбора, что Александр Головин в сборной стал чуть медленнее, стал чуть хуже. Не боитесь ли вы такого повторения в сборной? Именно потому, что в сборной сошел с уровня чемпионата Франции на сборной? Нет, я такого не боюсь, потому что ребята хорошо подготовлены на сегодняшней тренировке, интенсивность была хорошая, правда. И я не считаю, что наш чемпионат в России какой-то слабый. Да, он, конечно, не прогрессирует, это факт, но я бы не сказал, что наш чемпионат сильно отстает от чемпионата Франции. Конечно, есть чему прибавлять, но вы сами понимаете, в каких мы сейчас в реалиях живем, и я скажу, что уровень чемпионата России оптимальный. Как вы, кстати, уже, можно сказать, полностью адаптировались к чемпионате Франции, как оцените уровень чемпионата Франции, было ли тяжело после России, как раз при этом? По Франции первое время, можно сказать. Да, первый месяц был непростой, я попал на сборы, были двухразовые тренировки практически каждый день, и ребята в физическом компоненте были посильнее, помощнее, чем в России, побыстрее. Интенсивность, конечно, повыше, но я бы не сказал, что это совершенно другой уровень по сравнению с Россией. А какие вот все-таки три главных отличия в лучшую сторону во Франции от России, то есть что бросилось в глаза после этих трех месяцев? Первое – это физика, второе – это скорость, третье – наверное, техническое оснащение, потому что, когда играешь, например, против некоторых команд, в любой команде найдется два-три человека, которые могут просто ни с того ни с сего как-то организовать гол на ровном месте. Далер, вы сказали о том, что уровень чемпионата России оптимальный, могли бы на эту тему просто обсуждать, что вы имеете в виду? Оптимальный, по сравнению с чем, для чего? По сравнению с той же Францией. Мне просто больше нечем сравнивать. Конечно, чемпионат Франции посильнее и повыше уровнем, но я считаю, что чемпионат России у нас тоже хороший. В какой момент вы поняли, что у нас нормальный чемпионат, что он не слабый? Ну, то есть это же проверяется опытом. В какой момент, в каком матче, в каком единоборстве вы поняли, что вы тянете этот уровень и хорошо уберете? Именно в России? Ну, во Франции. Вот вы сказали, что оптимальный чемпионат в России, но вы же не провалились там, вы хорошо начали. В какой момент вы поняли, что не так все и заоблачное во Франции? Ну, как вы сами сказали, с первых минут, что начал, да, я хорошо, но не только я, и вся моя команда. Конечно, последние матчи мы проиграли, но я просто не понимаю суть вашего вопроса. Ну, то есть вы начали хорошо, у вас хорошая пресса, но были ожидания не очень хорошие, что российский чемпионат слабый, но вы приехали и выглядели хорошо. Почему? Вы готовили специально или тот уровень, который был в России, позволил вам хорошо выглядеть во Франции? Ну, я, наверное, считаю то, что уровень, который я показывал в России, помог мне адаптироваться к чемпионате Франции и, соответственно, сборы, проведенные в этой команде. Ты говорил, что Головин помогает тебе адаптироваться. Как именно? То есть, вы не знаю, как-то, вы встречались ли вы вне игр во Франции где-то, а ходили куда-то ужинать, я не знаю, то есть, как происходит процесс помощи? К сожалению, или к моему счастью, мы еще не виделись во Франции. Мы иногда переписываемся, поздравляем друг друга с победами, с Голами. И Саша мне один из первых написал, что если мне понадобится какая-нибудь помощь во Франции, что я могу к нему обратиться. Уже обращался к чем-то? Да, я посетил Монако, когда был сентябрьский сбор команды. И он мне посоветовал пару хороших ресторанов. Дорогин, сборная Россия в этом году очень редко играет дома. Насколько принципиально будет именно одержать победу в матче против Камеруны, причем того, что это, пожалуй, сильнейший соперник, который, в всяком случае, на бумаге для сборной с момента отстранения национальной команды в международных турнирах. И насколько такая практика вообще ценна для игроков в сборной? Я хочу отметить, что РФС провела отличную работу, пригласив такую сборную в Россию. И я с большим удовольствием, и не только я, и все игроки, хотим сыграть с этой командой. И мы надеемся, что болельщик придет на стадион, несмотря на холодную погоду. Сборная действительно хорошая, сильная. Сегодня мы ее просматривали. Но, как и у любой другой команды, у нее есть и слабые стороны, и сильные стороны. И мы постараемся, конечно, воспользоваться их слабыми сторонами и нейтрализовать сильные. Так, я считаю, это действительно событие для всей страны и для нас. А почему это так? Ну, потому что я защищаю честь сборной России. Играю против Камеруна, которая принимала участие на чемпионате мира. И я с нетерпением жду этой игры. Вы как раз говорили, что мечтаете перейти в только клубы ФИСОП-5. Вот сейчас можно говорить, что вы по-футбольному счастливый человек. Что этот переход совершился, и вы теперь играете во Франции. Ну, я и до перехода во Франции могу сказать, что я был счастливый футбольный человек. Потому что я играл в «Зените», я выиграл много трофеев с этой командой. Просто я в определенный момент решил, что я должен попробовать что-то новенькое. Я должен был принять этот вызов. И то, что я оказался во Франции, я этому очень рад. Где тренировки интенсивнее, в «Зените» или в «Гаври»? В «Гаври», да, у нас интенсивные тренировки. Очень даже такие интенсивные, я скажу. Большая разница в «Зените»? Я скажу так, что у каждого тренера свой подход, свое видение. И у нас в команде очень много, к примеру, беговой работы, высокоинтенсивной работы. В том числе, ну, также и про тактику, и про техническое оснащение они забывают. И, ну, у каждого тренера свое видение, разное направление. И я же не буду сравнивать. Следишь ли ты за РПЛ? «Зенит» сейчас не на первом месте, что удивительно. За долгое время как ты оценишь? И вообще чемпионат, и то, что «Красандар» на первом месте, насколько может быть? Ты, наоборот, рад, что интрига наконец-то появилась? Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, не все матчи смотрю. Но смотрю только, если получается матчи «Зенита». Ну, народ все пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась. Я думаю, сейчас должны все радоваться. Но я считаю, что «Зенит» прибавит, прибавит, вот, я думаю, после этой паузы. И я, естественно, болею за эту команду и за «Ахмат» в том числе. Я слежу за этой командой, за «Ахматом». Я думаю, что интрига будет закончиться не в апреле, как это обычно бывает, а в мае. На месте нельзя быть вопросом без гречки. Кормили ли в сборной гречку? Да, да. Вчера на ужине я насладился замечательной русской гречей. Да, Лер, Камерон, как и многие африканские сборные, часто называют французским. В том смысле, что многие игроки выступают на французском чемпионате. В этом смысле легче будет играть? Может быть, кто-то в клубе какие-то советы насчет Камерона давал? То, что они играют в чемпионате Франции, я не думаю, что мне как-то поможет. В клубе никаких мне советов не давали. Я думаю, там ребята даже и не знали, с кем, возможно, мы играем. Ну, там что-то товарищеские игры. Ну, сегодня мы видели многие нарезки, как играет эта команда и уже имеем представление о ней. Да, Лер, возможно, тоже уже слышали, на двух неделях самая главная тема – это УИФА и ФИФА. Исполком УИФА недавно принял решение вернуть команду России до 17 лет. ФИФА потом допустила, но сегодня, как уже тоже говорят коллеги, будет исполком, которым может поменяться решение. Но в целом, как отреагировали на самое первое решение о том, что команда России до 17 лет допущена до турниров УИФА и ФИФА? Естественно, я обрадовался этому, потому что ребята, ну, когда прочитал эту новость, потому что ребята могут получить бесценный опыт, принять участие в международном турнире. Я, правда, не знаю подробностей вот этого допуска. Сейчас, как вы сказали, сейчас запретили, да, им? Нет, могут, просто могут быть сегодня из полкома. Да. А так первое решение, но сегодня еще один из полкома, который могут присмотреть. Ну, я не удивлюсь, если передумают, потому что уже бывали, ну, такие моменты в спорте у нас, то допускали, то не допускали. И будет очень обидно, если ребята, совсем дети, не смогут принять участие в данном турнире. Все, коллеги. Если можно, да, вопрос, так, слегка об Корнях, Алпсо Абдулина, тоже урожайка Катарстана, так же, как вы, перешла во французский Париж. Вы как-то с ней, может быть, списывали, сконтактировали? Я слышал об этой новости, но я с ней никак не знаком и не контактировал. Олег, а вы еще рассчитываете, вот пока что международный бан у нас в остальных сборных, рассчитываете ли вы еще сыграть на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, надеетесь ли на это узнать? Я стараюсь сейчас не загадывать, я стараюсь жить сегодняшним днем. На данный момент мы имеем Камерун и Кению, и это хорошие матчи для нас, хорошая проверка. А что будет в будущем, поживем, увидим. Продолжение следует...